в общем я уже где-то на лафотенах сейчас я остановился тут возле какой-то то ли речка то ли озеро непонятно хочу спуститься немножко погулять тяжело здесь снимать потому что хочется снимать все из другой стороны думаешь ну вот сейчас наверно будет вау сейчас будет и она все то вау то не вал то есть переходит с одного вау в другое вал если снимать то тут задолбаешься хочется везде останавливаться потом думаешь есть думаешь еще сейчас остановлюсь проехал случайно и вот так вот все время сейчас хочу к водичке спуститься бля вода вообще обалденная прозрачная прозрачная интересно пресная вода нет обалдеть сейчас покажу вам смотрите кайфаните вместе со мной так сейчас низ поскользнулся вы блять ю фу и чуть не родил бы надо здесь поосторожней чуть не упал водичка вообще обалденно интересно там рыба есть ну по крайней мере так ничего не видно я надеюсь камера передает вам теперь вопрос теперь вопрос можно ли пить эту воду это соленая вода или все таки с горной речки ну-ка надо попробовать соленая сука я думал это какая-то горная речушка это по ходу дела фьорд ну с фьорда с какого-то вода фу блин да ладно я сейчас в принципе где-то в самом начале этих лафатенских островов думаю дальше будет больше принципе не еще долго путешествовать по норвегии поэтому надо будет как бы снимать только самое такое интересное а все подряд снимать час ну не вижу смысла здесь все красиво сюда надо ехать они видосы смотреть ты что ничего кстати вот мой концепт даст рюкзачком вполне себя оправдывает я даже кое-какие вещички там бы еще выкинул возможно со временем так и сделаю давайте сейчас вам еще раз покажу покажу такую панораму вообще где сейчас нахожусь смотрите и так красиво здесь в принципе везде так остановился я тут возле одного прекраснейшего фьорда тут вот по камням час иду вниз к воде хочу немножко перекусить то есть в такой вот и интересной оригинальной обстановке сейчас заезжал в магазин купил себе там колбасы хлеба и red bull поэтому сейчас мы найдем местечко где-нибудь где можно посидеть и чтобы желательно видеть мой мотоцикл потому что он стоит у дороги осталось мне по лафатеном еще ехать где-то 100 километров до барома ну хотя там можно дальше проехать до конца я 10 ну что я могу сказать пока что я каких-то там с ног сшибательных особенных пейзажей не увидел на лафатенах то есть как везде то есть везде красиво то есть что на лафатена что не на лафатенах то есть везде одинаково красиво поэтому выделять лафатенские острова что это прям что-то с чем-то ну пока я могу с трудом везде красиво куда ни посмотри хочется снимать без конца но и кажется думаешь вот сейчас за тем поворотом будет лучше и правда становится лучше да давайте еще раз покажу где чтобы вы имели представление он там у нас горы дам дорога происходит кстати она такая довольно таки оживленная здесь у нас такие булыжники и вот уже морская вода скажем так уже чего нас атлантика получается ладно сейчас найдем какую поляну здесь на камнях и покушаем прикольно так 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 я думаю туда куда-нибудь сейчас ближе к воде надо пробраться для нет что-то я не туда ладно так бляха муха так если еще лететь будем сюда об вроде нормально с моим рюкзачком тут скакать то не особо ладно прям на этом можем в луне и перекусить я думаю можно и здесь прям засесть какая нахрен разница что-то распогодилось прям конкретно даже жарко немножко стало надо будет скоро изоляцию снимать в виде термухи ладно буду кушать так хочу показать вам как я тут воду добываю в общем тут еду и вот вдоль вдоль дороги такая вот стена и по ней вот стекает просто вода капает бежит такая я вот бы поставил бутылочку чтобы она набиралась чистая водичка так я сейчас покажу где я вот такой вот вид там одно мотоцикл стоит в общем я уже это 20 километров от парома это от города маскинес ну как город или деревня я хер знает чё это ну не знаю че-то лафатены меня как-то ну не сильно пока впечатлили то есть как везде ничего особенного может я что-то большего ожидал ну горы вода так это везде есть это не только на лафатенах и к я все думаю не ну не почему я не снимал я все думаю что вот вот сейчас начнется вот сейчас начнутся охуительные пейзажи вот часах все одинаково то есть все охуительно ну все одинаково горы вода горы вода поэтому наверное все таки мои ожидания были немножко больше или я все-таки искренне надеюсь что вот последние 20 километров может быть там что-то будет стоящее на пока вот остановился решил тут водички набрать чтобы была трасса очень оживленная машин много сейчас уже вечереет вот после 6 часов вечера здесь вообще классно везде в норвегии просто до 6 очень много этих домов на колесах кемперов а после 6 они уже как-то куда-то в кемпинге заезжают или где-то останавливаются и на дорогах их уже почти нет поэтому самый кайф ездить это вечером благо тут в данном регионе здесь вообще не темнеет и всю ночь светло так что кайф да в целом еду хорошо мне все нравится с комфортом погода очень хорошая прям вот я адски рад что я вчера пересидел в норвеге и подождал хорошую погоду ладно вода у меня набралась все поеду дальше так ну что в общем проехал я сейчас пола фатеном через села фатены ну честно скажу впечатление непонятное может быть мне уже эти виды немножко примелькались всякие что меня особо не впечатлило но впечатление ну как обычно то есть вся норвегия такая я уже это говорил просто опять же наслушаешься наслушаешься людей которые сюда едут и потом рассказывают там в своих блогах там вау это что-то с чем-то это нечто это нужно обязательно вы знаете вот как это все она что потом рассказывать ой мужики массаж простаты это что-то с чем-то то есть сам не впечатлился разочаровался может быть рассказываешь потом это что-то с чем-то мне не знаю опять же это мое субъективное мнение посмотреть и посмотреть есть на что вон свои какие замечательные горы кто любит горы тот кайфанет не по-детски это по-любому но прям таких вот чтоб каких-то мест типа там водопадов там или каких-то прям таких чтобы стоящих чтобы вот блять надо достать камеру и сейчас быстро поснимать такого не было просто дорога и вот такие горы кругом ну и воды немного да прям было место вообще где дорога длинные длинные вдоль дороги получается как бы населенные пункты там скоростное ограничение 60 километров в час но это нудистико было и причем это было очень долго так что сейчас я поеду в город боды сто километров на пароме три часа где-то так я сейчас там ехал пассив по серпантину видел вроде как паром двигался в эту сторону ну судя по тому сколько уже машин накопилось вот здесь то он уже явно должен скоро подойти поэтому сейчас поедем дальше где ночевать сегодня буду я не знаю погоду у нас в принципе вот здесь отлично в боды тоже должна быть отличная погода такая же как здесь поэтому если не подвернется какое-нибудь место полянка то ночевать наверно буду в этот раз в палатке потому что ну надо немножко поэкономить а то с этими отелями и кемпингами малость по издержался в этом путешествии так что пока погода позволяет будем будем ночевать в палатке собственно ради этого все это и приобреталось и так для тех кто первый раз смотрит мой канал может вот посмотреть с чем я путешествую это всего лишь рюкзак весом ну сколько он там сейчас весит буквально может быть килограмм пять-шесть максимум я удлинил у него лямки это было в этом швеции до глинил лямки чтобы он лучше стоял сзади меня на сиденье ну и получилась такая типа на жопницы очень легкой как бы мне не напрягает мне не мешает что собственно очень удобно и до на будущее я бы может быть некоторые вещи там еще допустим тот же самый чехол для шлема я убить вожу и не пользуюсь хотя пользовался вот когда в палатке ночевал но опять же это не адски важная вещь шлем можно и без этого чехла коррется в палатку в тамбру положите и ничего страшного поэтому следующий раз не возьму странно да ну в общем так загрузимся на паром там может быть еще поснимаю ладно ночью едем дальше город боды что-то распогодилось не на шутку я тут ходился с камерой снимал все микрофон не включил нифига так что нифига не записалась придется сейчас заново переснимать ощущение как будто уже уезжаю из норвегии а на самом-то деле все только начинается можно сказать сейчас пересечем полярный круг и будет хоть будет тепло да блин солнце слепит конкретно а